Привет, друзья! 21-й год на дворе, и наконец-то мы собрались повторно после карантина лететь в Египет, в другой отель. После первого видео мы не смогли полететь из-за того, что был введен карантин, и мы не стали рисковать. Сейчас мы летим опять же в Шарм-эль-Шейх, в отель Old Week, и будем отдыхать. Летим мы снова компанией SkyUp Air, в этот раз будет самолет Boeing 737-800 мощности, вылет у нас ночной, и прилетаем мы под утро. В принципе, это очень хорошо, потому что мы таким образом не теряем день, заезжаем прямо с самого утра, и попадаем даже на завтрак. В прошлый раз мы прилетали после обеда, соответственно, мы потеряли полтора дня нашего отдыха. Здесь будет отдых полноценный, единственный момент ночной перелет, у нас в 00.10 вылет, и в 2.30 мы прилетаем по местному времени. Я думаю, что, ну, получается плюс-минус один час, в 3 часа полет. В этот раз мы не менее искромно, у нас один чемоданчик и рюкзачок. Сейчас нас предупредили, что в связи с карантином нас не кормят в самолете. В прошлый раз нас, в принципе, особо не кормили, давали только попить что-нибудь. Все. Здесь у меня заначка, если наступят голодные времена. По старой традиции экономии мы купили пищевую пленку и сами замотали багаж. Здесь поставили на стяжке, чтобы случайно кто-то не открыл. Ну, и рюкзак я вручную кладь возьму. Сейчас ограничение 23 килограмма на человека, багаж и ручная кладь там, по-моему, 5 килограмм, где-то в этом районе. И в этот раз взяли небольшой бонус, вискарь пол-литра. Взять можно с собой до литра. В этот раз список документов, которые нужны с собой, немножко увеличился. Мы делали через турагентство, поэтому нам все помогли. Нужно обязательно сделать за 72 часа до вылета ПЦР-тест. То есть желательно по прилету, чтобы он был действительным. ПЦР-тест мы заплатили по 640 гривен. Это ориентировочно 30, даже 25 баксов, грубо говоря. И тест действует 72 часа. Поэтому сейчас новая фишка с 1 августа. Обязательно по прилету обратно в Украину нужно будет делать повторный тест. И тогда тебя не будут садить на карантин двухнедельный. Или в противном случае ты будешь сидеть дома на карантине и регистрироваться в приложении ДИФДОМА. Повторяюсь, но это действует только для Украины. В этот раз мы вылетаем из нового терминала в Одессе. Он новый, красивый, все четенько. Вот здесь регистрация идет. Снова летим по рекомендации туроператора в 4-х звездочный отель Old Week Charm. Отель новый 2017 года, поэтому говорят, что там довольно-таки интересно. И кормят нормально, и сам отель свежий. Поэтому летим по рекомендации. Надеюсь, туроператор в этот раз тоже нас не подведет. Все, уже объявлена регистрация. Checking open идет. Вот так вот, мы на 5 минут позже пришли к стойке, и тут очередь уже до выхода. Поэтому занимайте места пораньше. Chiki. Мы следующие на регистрацию. Итак, билетики мы уже получили. На ручную кладь мы уже получили тоже этикетку. Ждем сейчас. Девчонки проходят тоже регистрацию. И мы двигаемся в зону Checking. Итак, зона Checking ждет нас впереди. И мы прошли, пока на стойке регистрации нас спросили тесты и выдали билетики. Нужные тесты, билеты сами по себе и загранпаспорт. Сейчас мы поступаем в зону Checking регистрации. Будем проходить металлодетектор. О, моя кепка вылетела. Отдельно. Давай. Бежит. Есть. Сейчас мы проходим в зону пограничного контроля. Проверяют паспорт, регистрацию. Есть ли кредиты, обременения, какие-то запреты на вылет. Вот. Третий и четвертый. Прошли. Пятым. До посадки час. Разделили нас местами. Хотели сидеть рядом. Не получилось из-за того, что много детей. А по правилам безопасности они должны лететь с родителями. Поэтому нас рассудили по всему самолету. Ну, будем в наушничках каждый по-своему отдыхать. Мне очень нравится новый дизайн аэропорта. Это, конечно, уже солидно. По сравнению с тем сараем, который был до этого. И теперь в Одессу прилетать, по крайней мере, не стыдно. Вот наш самолет готовится к приему туристов. Это Boeing 737, 800-я модель. Ему почти 8 лет. Он запущен в эксплуатацию в 2013 году. Все, мы проходим на регистрацию. У нас Шарм-эль-Шейх, седьмые ворота. Хочу похвастаться, что реально все проходит очень быстро. И очередь двигается очень-очень быстро. Это респект новому аэропорту в Одессе. Идем на погрузочку на самолет. Это аэропорт новая полоса. Хочется влёд. Пока мы готовимся к залёту, осталось приблизительно 20 минут. Сначала пойду. Сначала пойду. Да, пошел. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И декларации, которые надо затонять Теперь идем на выход Сейчас проходим иммиграционный контроль Здесь нас фотографируют И берут отпечатки пальцев Сверяют по базе Непреступник ли вы или нет Следующий процесс это Прием багажа Ждем пока Наш чемоданчик приедет Вот мы уже в Египте На часах 2.35 Или сколько там Тусуем на маршрутку Какой у нас там 30? Просто 30? Такси Deo Vanas Разрешает автобус В гостиночку